Доброе утро! Это программа «Формула еды» и мы в Саратове. И встречаем, мне кажется, последние теплые деньки этого года. Кстати, о теплых деньках. Как ты думаешь, какой продукт мы будем снимать? Подсказываю. Этот продукт особенно актуален осенью и зимой. Сезон простуд. Ага, простуд. Простуд. А, ну тыква. Нет. Тогда... Брокколи? Тоже нет. Цветная капуста? Да нет же. Ну, я не знаю. Это ку-ри-ца. Курица, сезон простуд. Хорошо. Окей, допустим. В чем логика? Ну, курицу мы едим все время. Потому что сезон простуд, снижение иммунитета, а курица это особенно полезно для нашей иммунной системы. А вот в каком виде надо курицу употреблять для нашего иммунитета, мы выясним сегодня в программе. А, то есть мне нужно есть в два раза больше ее. Не угадала. Пойдем. Серьезно. Здравствуйте, Вика. Здравствуйте, Сергей. Виктория Вайнбергер. Искурсовод. Покажите нам купеческий Саратов, пожалуйста. Пойдемте скорее посмотрим. Давайте. Пойдемте. Благодаря своему удачному расположению на берегу Волги, важной торговой артерии, Саратов считается историческим центром купечества. И именно купцы помогли создать тот архитектурный облик города, которым сегодня гордятся его жители и восхищаются гости. Приезжайте в Саратов всей семьей и отправляйтесь гулять по его улицам. Здесь сохранилось множество домов и особняков, на которые местные купцы не жалели денег. В 1912 году по заказу саратовского миллионера Мукамола Ивана Петровича Шмидта был построен этот особняк. Но самое интересное, это не его внешний вид, а то, что находится внутри. Настоящий грот с вот таким морским чудовищем. Интересно. Да, да, да. Как вам в голову идея такая пришла? Захотелось выделиться, это все-таки наш саратовский миллионер, один из мучных королей. Из его муки делали булочки даже английской королеве в Великобритании. Это была очень качественная мука. Вот так вот. Это может быть, знаете, когда ты мешаешь муку с водой и получаются такие комки. Может быть, он хотел изобразить вот эти комочки. Возможно, это от сглаза, чтобы все недоброжелатели видели это морское чудовище и думали, так нет, никаких зерен мы красть у Шмидта не будем. А во двориках некоторых домов можно увидеть, как менялись названия саратовских улиц и выпить традиционного чаю с угощением. Кстати, чай вкусный. Это из чего такой? Это наш чай по-саратовски, сделанный из саратовских трав. Там малина, клубника, даже листья крапивы есть. Очень мило. В Саратове есть такие шумные улицы, и вдруг мы с вами находимся вот в таких двориках, где абсолютно нет ощущения, что вокруг нас вот это вот кишит. Оазис тишины. Да-да-да, это очень приятно. Спасибо вам большое за экскурсию. Было очень интересно, вкусно и познавательно. Ну, а нам пора в магазин. Нас там ждет Светлана. Она научит нас выбирать куриный фарш. Отличное путешествие вышло. И я даже не представляла, сколько полезных свойств у курицы, особенно в период как раз осени-зимы. Поэтому я буду ее включать еще чаще в свой рацион и угощать своих друзей. А это была программа «Формула еды». На телеканале «Россия» нас ждут другие города и другие продукты. До новых встреч. Объемте. Субтитры сделал DimaTorzok